Всем привет, друзья! Очень рада, что вы загляднули ко мне в гости. И давайте сегодня поговорим с вами о покупочках из FixPrice. Тем более, что у меня подобралась определенная подборка, что я покупала за непродолжительное время. Расскажу, что как применяла. Надеюсь, что информация об этих товарах окажется для вас полезной. Еще как-то по весне хотела вам рассказать про вакуумные пакеты. Но если честно говоря признаться, вакуумные пакеты не являются для меня той покупкой, которую я совершила впервые и открыла для себя вот этот товар для себя. Вообще, впервые вакуумные пакеты я купила в FixPrice, как только магазин открылся. Мне кажется, это уже было лет 8 или 9 назад. Честно говоря, не помню, когда эта сеть пришла в наши города. И вот вакуумные пакеты постепенно я докупаю по мере поступления вещей. И вот именно этой весной я открыла для себя лайфхак, как же еще можно использовать вакуумные пакеты, помимо того, что просто складывать туда вещи и использовать их для компактного хранения. И в тот период, когда мы готовились к отпуску в деревню, на майские праздники, открывать дачные сезоны, на 3 недели мы уезжали в деревню. И я собирала вещи, в том числе некоторые сонины вещи, куртки объемные, в которых она уже не будет ходить дома, и которые хотелось отвезти на дачу. И вот именно вакуумные пакеты мне помогли очень компактно запаковать все вещи, распихать их по сумкам. Ну, а как вы знаете, если едешь на машине, каждый кусочек пространства багажника является очень ценным. И вот именно при использовании вакуумных пакетов для упакования вещей в поездку, мне этот способ оказался очень полезным и очень классным. Все вот такие объемные синтепоновые вещи, куртки, жилетки, штаны, я просто расфасовывала по пакетам и пылесосом, откачивала воздух. И сразу, значительно, примерно раза в два, а то и в три, вещи становились намного компактнее. Поэтому, если вдруг соберетесь в отпуск, и у вас наберется большое количество вещей, присмотритесь к такому способу использования пакетов. Надеюсь, он вам тоже пригодится. Примерно месяца два назад в Экспрессе у нас появились продажи вот такие маленькие фетровые корзинки. Несмотря на то, что в других городах они появились в продаже уже очень давно, но вот у нас доехали только месяца два назад. И я, естественно, решила купить такие фетровые корзиночки, потому что мне нравится, как в интерьере они выглядят. Я покупала разные корзинки. Чуть попозже вам покажу те варианты, которые я использую. Это маленькие фетровые коробки. Мне понравился их внешний вид. Они хорошо, быстро собираются. Естественно, что у них нет какого-то жесткого дна, но при желании можно вырезать картонку по размеру дна и вставить туда, и тогда будет держаться форма намного хорошо. Собираются они просто. Разворачивается вот такая коробочка, отворачивается внешний край и сразу приобретается вот такой красивый внешний эстетический вид. Я купила две вот таких коробочки. Посмотрите, как они интересно выглядят. И самое интересное, что были они представлены в двух вариантах расцветка. Это вот такой красивый нежный серый оттенок, а также еще насыщенный темно-черный. До этого в фикс-прессе я покупала несколько вариантов фетровых корзинок. Это круглая корзинка, которую использую для хранения гелий и порошка для стирки белья. Также квадратная корзинка используется у меня для хранения пассированного белья, которому предстоит глажка. И на верхнем пенале в ванной комнате я постоянно использовала пластиковые корзинки для хранения аксессуаров для укладки волоса, а также различных косметических продуктов. Но мне захотелось их как-то поменять, поэтому решила одну корзинку поставить именно для аксессуаров. Это фены, плойки, различные завивашки для волос. А еще помните, по осени была популярна коллекция лофтовой посуды. Это различные аксессуары, металлические аксессуары в черном цвете. В тот период я купила вот такой салатник, и я его ждала очень давно, вот такую металлическую корзину. Она мне по внешнему стилю очень хорошо подходит под кухню, потому что у меня кухня в серо-черно-красных тонах. И я отслеживала, я ждала эту корзинку, стоила она 249 рублей, и хотела ее приобрести для хранения фруктов. И вот, если честно признаться, как я и хотела использовать эту корзинку, и до сих пор, это уже по прошествии, наверное, месяцев 4-5, я использую эту корзинку именно для хранения фруктов. Постоянно в доступности у нас яблочки, различные апельсинки, мандаринки. Все это намываю, складываю вот в такую корзинку. Все смотрится очень красиво, эстетично, и я ничуть не жалею, что купила такую корзинку. Друзья, помните, в начале февраля я выпускала отдельный ролик с различными удобрениями и добавками для растений, для сада и огорода. Это у нас было открытие дачного сезона, и в тот период я купила большое количество удобрений. Будь то это удобрение для орхидеи, для роз, специальные добавки для защиты от пустоцвета, которые обычно мы применяем для огурцов и помидор. Зависть тоже очень хорошо влияет на огурцы, на созревание. Скороспел увеличивает созреваемость продуктов. Также вот такое удобрение в этот раз купил. И, кстати, оставлю ссылочку на тот обзор, потому что там был представлен полный ассортимент этих товаров со всеми ценами полностью хорошо, и подробно все показывала. Также купила несколько удобрений для корнеобразования, которые актуальны при пересадке, рассады именно в открытый грунт. Как показала практика прошлогоднего сезона, янтарная кислота очень хорошо влияет на развитие томатов, а именно для защиты их от фитоспороза. Борную кислоту также мы использовали для обработки помидор и огурцов. Вот такое удобрение для рассады в ампулах я покупала в прошлом году, и мне понравилось, как рассада прижилась. И в этот раз я взяла еще несколько пакетиков фитоспорина, потому что фитоспорин тоже благотворно влияет на микрофлору именно томатов и защищает их от гнили. Также было у меня несколько покупок именно чистящих средств. Например, покупала вот такое средство антижир от производителя Сир. Это немецкий бренд, представлен он в формате спрей. Я не очень хорошо изучила аннотацию именно в магазине. Я подумала, что это обычное средство, которое удаляет нагар и жир. Но нет, как показала практика, это средство предназначено для обработки поверхности и удаления не сильно въевшихся жировых отложений. Например, когда нужно быстренько помыть плиту, духовку. Но вот какие-то тяжелые загрязнения это средство не удаляет. Но при этом для каждодневного использования средство работает хорошо. Просто наносила его на рабочую поверхность плиты, давала постоять примерно минут 5 и потом всячески тщательно вытирала, удаляла все загрязнения. И эффект действительно был. Плита становилась намного чище. Но пробовала на сковородке, какие-то сложные загрязнения это средство точно не удалит. Но для именно стойких загрязнений все-таки могу посоветовать вам средство санитола. Средство санитола в формате спрея для кухни я покупаю уже не первый год, наверное лет 6 постоянно беру в фикс прайсе. И это одно из самых действенных чистящих средств, которые мне по своему функционалу нравятся. И вот когда он мне чуть заделал духовку, уже честно говоря не помню, что же я там такое готовила, но как видите все поддоны были заделаны по уши. Я просто наносила это средство. И вы посмотрите, вот даже в процессе нанесения как сразу начинают все загрязнения отходить. При этом обращаю ваше внимание, что при работе с этим средством лучше все-таки работать в перчатках. Я как всегда на этот пунктик забиваю, забиваю, забываю и потом мучаюсь от разгражения кожи. Ну а если работать в перчатках, то гарантированно у вас все загрязнения удалятся и ручки будут в чистоте. Средство супер рабочее сейчас. Спрей санитол стоит в фикс прайсе 79 рублей, но при этом со всеми загрязнениями справляется на ура. Еще открытием за последние пару месяцев среди покупок было средство от фирмы GRASS. Это средство GLOSS, антиналет, белоснежная чистота и восстановление блеска. Предназначено это средство для чистки ванных, комнат, самих ванн, унитазов и раковин. И это средство прекрасно удаляет различные загрязнения, но не супер стойкие. У меня, к сожалению, нету, ну а может быть, к счастью, нету какого-то известкового налета, ржавчины, и поэтому я не могу это протестировать. Но вот какие-то поверхностные такие загрязнения повседневные это средство удаляет просто на ура. И мне нравится тот эффект водоотталкивания, водоотталкивания грязи, которое это средство дает. Еще в этот раз взяла спрей для волос от фирмы FLORESAN, называется мгновенный восстановитель структуры волос, эффект ламинирования. В составе есть кератина и витамины Е. Этот спрей я использую после мытья волос, наношу на чуть подсушенные волосы, и тогда волосы становятся намного мягче, укладка более податливая. Спрей мне этот нравится, стоил 79 рублей. И еще недавно в продаже в Экспрессе появился спрей от компании Парлин, называется он про-кератин, спрей для ламинирования волос. Тоже соблазнилась, потому что составит, в принципе, схожие ингредиенты, кератина, протеины, шелка, также экстракт алоэ вера. Попробовала уже несколько раз, но эффект мне понравился меньше, потому что после нанесения этого спрея у меня появилось такое ощущение, как будто волосы становятся похуже на леску. они более вот такие, знаете, неподатливые, не подаются укладке и более жесткие. Хотя на объемах, вот в плане объема, смотрится намного лучше, но при этом чувствуется, что волосы становятся намного жестче. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что вот такой быстренький обзор по покупкам фикс прайса был для вас полезным. Приношу свои извинения, если вдруг чуть-чуть где-то задыхаюсь, вдруг мне как-то тяжело говорить. Ну и постоянные зрители канала знают, что я до сих пор борюсь со соплями, с простудой, с кашлем. И поэтому вот такие видео в плане постоянной озвучки даются мне чуть-чуть тяжело. Но, надеюсь, в ближайшее время я постараюсь выкарабкаться из этого состояния. Большое спасибо вам за поддержку. Большое спасибо вам за теплые слова. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Ну, как всегда, мы с вами увидимся совсем скоро с новым видео о наших любимых магазинах или о рецептах или полезных обзорах других товаров. До новых встреч!